всем добрый день продолжаем уроки о занозе человек написал мне в комментариях что не может переместить седло не знаю вперед-назад он хотел в общем думе перемещает говорит почему седло не перемещается вот я вам сразу объясняю людям которые не знакомы с 3d программами что это у нас идет 3d модель то есть она собрана в 3d программе она имеет тело она не рисованная как видите да у я кручу ее она вот абсолютно все детали проработаны сеткой специальной 3d программе это не рисованная модель не скажем это не кодирование кодировка цифрами не вот такой это вот реально 3d модель не цифровая модель вот так поэтому надо для того чтобы что-то изменить здесь надо менять саму физику давайте вот сейчас мне надо вот перенести вот он у меня отдельно отдельно вот видите он у меня я наложу на него на меня отдельно то есть если я сейчас его перемещу обращаем внимание на то что где он сейчас находится сохранить голове вот его сейчас перемещу вот назад и вот он у нас сцепка хук тоже я переношу назад сейчас быстренько вам покажу все если вот так сделали вам надо сохранить в таком положении дальше что вы делаете экспорт ищите свой мод распакованный так 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 поддем у нас вот он vehicle трак на на трак пнд все вот это аж ваш адрес пишите в двух экспорт замены все вот смотрите я заменил переменял и заменил теперь я включаю в занозе опять его его же открывая вот он у нас он и вот как видите у нас это сохранилось то есть если вы не сохранили это просто кто-то знает кто-то не знает поэтому не в комментариях не пишите да эта фигня я знаю есть люди которые не знают которые с 3d программе не знакомы у них у сложности возникают я для тех объясняю вот если вы правильно экспортнули значит возвращаете вот все перемены видите да вот само седло и также вот он наш сцепка то есть в игре она будет цепляться уже не за это место где в старом на старом месте а вот именно за это у прицепа тоже есть вот такой думе сцепки поэтому он будет в том месте где у прицепа стоит он будет цепляться этим местом так теперь по поводу этого разобрались насчет экспорта и потом уже вы выйти у меня распакованы она распакованным вот потом я запаковываю в архив в игровой в архив то есть zip без сжатия и здесь меняем на с кс с кс запаковываем все вот в таком виде формате с кс вот видите файл с кс вы уже непосредственно кидаете в игру заменой своего мода все и у вас все будет если вы правильно сделаете у вас все появится теперь это я вам наглядно объясню теперь давайте я вам покажу ситуацию когда вы не просто допустим не просто там у меня сейчас видео видели отдельно было просто так я на примере volvo сделаю так импорт шестерочное шасси вот здесь смотрите вот оно седло у нас стоит я на примере седла там показывать здесь я буду продолжать на этом же примере вот нам надо его сместить назад для того чтобы нам сместить надо найти где находится в какой папке ищем я думаю что он вот здесь находится в шестерке видите я убираю галочку и он пропадает значит здесь так методом исключения раз два три 4 вот она деталь которая покрашена одним матом и которой есть одна текстура она занозой оттачится то есть видите здесь много деталей но из-за того что она покрашена одним матом заноза их вот так видите она вот 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 один мат у него там заноза оттачит вот это плохо конечно так вот здесь ситуация такая вот смотрите у нас это цельная деталь нам надо двинуть только вот эту давайте на уровень полигонов перейдем щелкнем так нам надо выделить вот эти полигон выделяем полигоны но обратите внимание что я зацепил лишние полигоны видите от рамы не надо чисто чтобы выделено было только седло если я начну сейчас перемещать его то он у меня перемещается с куском рамы и портится сетка ломается сетка вот здесь видите да что тут происходит некорректно зацепил так что делаем я делаю вот так допустим такие вещи перехожу с 3d шнала на перспективу для того чтобы двигаться в перспективе но что он видите я не могу повернуть его зажимая колесиком только я могу а повернуть не могу зажимаем кнопку alt и поворачиваем так дальше нам надо выделить вот это сейчас так свет у нас переходим стать select и элемент активируем наводим курсорчик наводим на нашу деталь и вот видите она загорается голубеньким это часть голубенького полигона относится к нашему седлу правой кнопкой мыши щелкаем выделилась так дальше что у нас еще принадлежит вот эти скрипежные болты какие-то вот наводим на нее вот видим загорелась она попал вот раз выделили так что у нас еще вот эти крепежки навожу главное чтобы не вот это загорелась вот это нам не надо видите да эта травма нам не надо поэтому именно наводить на те детали надо читает не вернул ее обратно ладно которые вам нужны непосредственно вот загорелась все выделилась видите да красненьким также с другой стороны поступим вот загорелась вот активировалась ищем вот загорелась все теперь у меня выделена только эта деталь вот видите я ее кручу отдельно ничего лишнего не идет все выделили ну и теперь можете из-за зала этот выключить чтобы визуально у вас видно было можете сразу на 3d перейти чтобы не цеплять лишнее все и перемещаете переместили сначала саму сетку далее отключили все полигоны теперь ищите наш хук то есть не просто так что вы взяли перенесли думе сцепление и у вас тут а под этот думе сразу подстраиваться будет сама рама сама все это конечно не будет такого что вам надо вручную все это перестраивать это такая работа с 3d и у нас вот он хук у нас выделим и двинем по центру нашего седла все ребята все что связано с вот этот пример работы с полигонами также можно допустим работается с точками допустим когда я удлиняю рамы я работаю вот с точками вот выделил мне нужны точки вот так вот выделил и двинул все у меня ну вы имейте ввиду сразу когда вы что-то поменяли знайте что у вас во первых думе со света остались на месте думе сцепление остался на месте он не двигается когда вы работаете с телом машины эти думе сумме двигаются то есть здесь и кроме того что надо перемещать смотрим надо перемещать крепление далее логически рассуждаете тут у нас колеса стоят они тоже у нас остались не двинулись вот они у нас раз и и вот оно второе так по моему этому нет ни она ищем колеса это что он за колеса так эти давайте вот так сделаем выделим одно выделим второе перемещение выключим и слева направо зажатым шифтом выделим еще и вот эти колеса то есть либо так я знаю где он находится поэтому мне проще да допустим все мы их выделили теперь их надо двигать пардон активируем и вот видите у нас пара пошла все мы ставим центруем на наше место чтобы колеса в игре не были не были вот здесь на старых месте надо их передвигать также поступаем с вот этими делами это у нас по моему знак а это у нас по моему не по моему а фар вот здесь я могу выделить поэтому я вот так выделю так отключу вот это зажму shift и слева направо выделю активирую опять перемещение и двигаю к фарам вот она фара вот видите форма фары даже если вы не понимаете в сетке да что где находится можете удостовериться вот так видите вот это думисы вот эти бестелесные у нас кубики это и есть думисы света вот эти задвигаю вот где-то на половинку чтобы они были внутри объекта и все они работают я еще зацепился все похоже видеть то у нас это да хук вернемся с его потому что я его не отключил вот все это что касается переделки строительства своей модели вот я здесь увидите что-то зацепил еще не то что у меня сетка ломается что-то чего-то там поэтому надо быть внимательнее конечно если удлиняете что-то или что-то переделывать и надо либо отдельно отключать то есть вот так удлинять одну часть потом вторую часть перемещать как видели что я сразу все целиком передвинул просто у меня получилось что зацепил какие-то точки лишние и вот она уже все испортила поэтому внимательнее будьте когда вы работаете с этой сеткой и все экспорт все сохраняете с мой мод и у вас эта переделка будет в игре это честно говоря не очень не очень просто все надо чтобы дошло до осознания что такое работа 3d программе что вы делаете я повторяюсь что это не рисованная модель она не будет вот здесь нет команд автоматических кнопочек которые вам сделают эту работу это все делается вручную все делается вручную я вот показал допустим работа с точками работа с полигонами это точки выделили вот видите до точки видно где каждая точка находится то есть это вот эти штучки это точки если вам надо двинуть те или иные точки вы двигаете все полигоны это другая система уже идет ну принцип тот же принцип тот же что он еще показать на примере это переделки допустим не знаю даже не бак может быть бак так вот смотрите видите вид сверху мне удобно вот надо отключить тень потому что на меня 6403 это он показал мне написал где-то находится 6403 отключили тень вот у нас здесь у нас находится сам бак тело бака а второе это у нас тень тень которая в игре вот это освещение попадает вот это белым горит это есть теневая вещь когда в игре освещение попадает на вот этот материал теневой он отражает тень на землю на поверхность поэтому вот в этих местах где нету тени вот здесь вот здесь только от рамы будет вот здесь будет пустота у вас в игре только от рамы две пленочки будет и все поэтому тогда вы что-то увеличиваете допустим вот бензобак тогда увеличиваете и тень под нее вот но еще одна деталь как если вы будете допустим по точкам растягивать у вас текстура собьется поэтому такие детали можно вот так растягивать то есть масштабировано ну опять же да здесь видите расширяется под текстуру у нас и сама ремни крепежные если бы я растягивал заточки вот этот бак у нас бы визуально покажу вот смотрите если я тяну вот эту деталь молнии че-то нету тени что-ли не там да такой такая текстура у которой нет не здесь а ну хорошо можно и значит и так сделать принц все в общем вы должны видеть что увидели а вот ведь я виду и текстура начинает теневые вылазить эти партаки поэтому должны это все учитывать что переделать как переделать будьте внимательны я вам советую не так как я допустим в группу взял все и тени и все переделайте по одной детали то есть берете деталь вот как она называется у нас это тень это у нас 6 из 6 x base 02 вот сейчас 6 из 6 x ищем вот она вот она изолируем все вот на деталь вот работайте с ней и во первых проще что-то вам выделить какую-то деталь допустим да вот выделили переместили и опцию туда вперед надо идет по игреку переместили теперь масштабированием увеличили удлинили на место видите мне удобнее работать с одной детали но учитывайте то что вам под это надо видите горловина растянулась в общем все не просто естественно надо все это думать как растянуть видите вот эта тень у меня осталось а ремень вот он то есть если я сейчас ремень растяну вот такой ширины как-то не очень смотрится поэтому вы просто берете с другого мода запеченные баки с другого мода снимаете либо как правило на четверошных большие баки стоит вот видите да четверошный бак он прям сюда сладенько подойдет сейчас мы отключим вот видите я отключил на шестерочном бак но здесь на четверошном уже родные стоят то есть вы берете с четверошного бака с четверошного это так сейчас посмотрим отключим тень 42 баис 0 2 так 42 баис 0 2 вот он и тень теперь не надо баки же здесь находится там 42 да ищем теперь наши баки вот он и тени для баков стоят отсюда же можно вот они сами у нас баки вот что мы делаем как я бы поступил да я бы взял вот эту деталь и скопировал бы вначале я бы вынес за границы нашего мода все отключил бы трак все это у нас и сделал бы копии грейт копии просто на нее кликаете видите появилась вторая окей отключаем закидываем одну из них обратно это 6 из 4 2 бейс у нас было все а эту закидываете так где у нас шестерочная находится 6 бейс по-моему да сейчас посмотрим где у нас баки да вот 6 бейс закидываете в 6 бейс копию баков так и отключаете где это вот старые растянутые баки у нас ведь а это у нас новую то что вот это белая это тень вот он все вот видите я перенес а забыл крышечки там в четверке вот это вот надо будет удалять вам в общем соображалку подключите ребята здесь если вы поймете вот мне не нужно не нужны крепления вот эти вообще потому что с четверки поэтому я их удалю и меня с четверки просто надо будет эти ремешки также выносить копировать освобождать давайте опять же визуально потому что визуально лучше всего где у нас эти ремешочки вот ремешочки видите с крышечками так чё я делаю выношу эту деталь не ленитесь проще работать и чищу то что мне надо оставляю то что не надо удаляю все удалил ой ребят я поспешил вы поняли да сначала делаем копию чтобы вернуть в четверочную подключаем одну из них опять же и кидаем любую 42 бэйс все а вторую закидываете 6 бэйс там где наши баки стоят от четверки четверку отключаем включаем шестерку вот они и когда в игре вы будете включать вашу шестерочную что это у нас тут еще а вот я не доделал да вот она вот она все удаляемся с крылья нам не нужны допустим на полигоны удаляем вот это все окей когда вы перенесли и скопировали то есть вот эту деталь когда вы будете включать шестерочное шасси вот это будет проявляться в шестерочном шасси то есть вопросы конечно задавайте но вы старайтесь думать я отвечу на любой вопрос если воткнулись спрашивайте но я же понимаю что когда сам человек чего-то достигаешь испытываешь гордость за себя поэтому вот думаете перенести вот я скопировал по удалял все она у меня и текстуры здесь сохранились при том что когда вы будете экспортировать не надо ничего сохранять никакие маты никакие текстуры потому что мы использовали все то что есть в этом траке надеюсь я понятно объяснил задавайте вопросы спрашивайте что дальше подумаем решим ну все всем удачи всем терпения всем пока а